всем добрый день меня зовут роман канал red decoration сегодня интересный материал я о нем уже снимал видео видео получила отклики и этот материал понравился людям и главное они берут и делают и даже просят повторить тот же самый цвет как я делал в том видео то есть это материал мармарина паста ференза от докатеры довольно интересный материал сегодня я вам хочу показать еще одну технику нанесения этим материалом сейчас эта техника так сказать в тренде все хотят такие небольшие рустики чтобы у нас проявлялись и делается все это очень просто видите прогрунтовал праймером по старому образцу венецианочки даже жалко было да но он у меня есть на стенде не проблема и значит что я делаю наношу первый слой первый слой это у меня материал мармарин антик классик принципе может быть любой мармарин тот который у вас есть мы не будем его хорошо разглаживать а сделаем какие-то наплывчики какие-то рустики волночки и так далее значит заколеровал я материал тоже думал каком цвете я вначале сделал такой образец темно-темно такой почти до черного не понравился цвет ну и сейчас будем пробовать значит 46 краситель я взял пуфа микс здесь реально дал на килограмм и мармарина и мармарина паста ферензи 15 капелек и приглушил немножечко умбры вторым цветом по пять капель так чтобы чуть-чуть материальчик получился грязная слоновая кость погнали значит что мы делаем мне надо сейчас нанести материал мармарин при этом его идеально не разглаживать так чуть-чуть цвет не вымешен значит работаем я стараюсь материал нанести и не разгладить ухты цвет не вымешен на шпателе было ладно не проблема если не вымешен то не уменьшен так пускай будет просто тупо наношу в один свой материальчик здесь угол и стараюсь сделать какие-то наплывчики сейчас значит просто разглаживаю видите материала на кельме много делаю какие-то неровные движения видите наплывчик большими не делаю и оставляю вот такие вот волочки материала идеально не разглаживаем мусор конечно мы убираем вот волна осталась здесь видите нужно даже оставить какие-то такие вот небольшие наплывчики все как вы делаете так и будет быстренько и не аккуратно наносим материал в чем прелесть да сказал быстренько и не аккуратно и каждому мастер это слово понравилось не надо ничего выравнивать ничего а просто делаю какой-то тяплят понятно этот материал имеет свою толщину зерна да можно попробовать например взять антик дрибный то есть мелкий есть у виана нужно будет попробовать и с него ну будем потом смотреть значит ребята быстренько нанес и исправляю то что мне например не нравится сейчас по убираю мусор крупный у меня не должно быть например вот такого тычка от шпателя да то есть должны быть какие-то волночки какие-то наплывчики какой-то какой-то структуры так здесь они догладил более-менее какой-то рисунок есть напоминаю можно вот взять еще где-то что-то как-то давайте добавляю все это дело будет выглядеть только интересней мармарин этот антик это крупный да и мармарина паста ференза мелким она очень мелкий мармарин который полируется как венецианская штукатурка я колирую в один цвет и когда я буду наносить уже мармарина мармарин паста ференза все вот эти вот рустики мармарин паста ференза будет работать как венецианка то есть она будет на каких-то на выпуклых частях вот это вот результат рисунка да она будет темнеть и она проявит этот рисунок как проявляется обычная фотография кто делал фотографии кто занимался все поставьте лайки привет я с 5 класса ходил на всякие кружки и всегда был с фотоаппаратом значит но мы что ждем материал у нас высыхает напоминаем это известковый материал после высыхания он два раза посветлеет ждем до завтра значит ребята пока не забыл просто хотел сказать и забыл я развел материала один килограмм и так смотрю по ведерку здесь у меня ровно квадратный метр расход получается приблизительно 750 грамм то есть для первого слоя антик классик можно считать 800 грамм так чтобы на всякий случай осталось потому как и себе тоже запоминаю расход сохнет то ребята что получилось знать что получилось на краях и а ленту переклеил потому что лента немножко повздавалась мармарином чтобы нам не не мешало если если где то есть какие-то большие наплывчики то можно это все дело вот так вот шпателеком снять но сейчас просто на нашу венецианскую штукатурочку не венецианскую штукатурку мармарина паста фина ференза она почти как венецианская штукатурка полирую и как венецианскую штукатурку и буду оставлять такие небольшие пропуски все легко и просто этот рисуночек у нас должен проявиться одним тонким слоем сразу же разглаживаем уплотняю как венецианскую штукатурку немного материала на шпателя и видите вставляю пропуски довольно интересные такие пятнышки получаются ну и при уплотнении у нас рисуночек должен проявиться ну я уже вижу где у меня появляются волны проявляются все что я оставил на первом слое мармарина простая техника нанесения и довольно интересная значит я заканчиваю и потом вернусь пару раз отполирую получилось у меня вот так вот да вы видите все пропуски которые я сделал и начинаю полировать здесь у меня все как на венецианские чистая кельма влажная губка вот таким вот образом вернусь пару раз за полируем и вам уже видно у меня получается здесь уже подробно ребята я не буду останавливаться одно скажу буду возвращаться так полировать раза три сильно не буду давить по расходу материала мармарин уже пасту ферензе взвесил здесь квадратный метр ушло 450 грамм короче надо считать килограмм кто будет больше пропусков делать кто-то меньше полирую и опять же сохнет ну и как всегда после высыхания ребята воск вчера бриллиант наношу поролоновым валиком разглажу венецианской кельмой не раз показывал уже да так валик сухой пока вот так вот как-то нанесу разглажу кельм очкой ну где-то через час после высыхания от полирую полировальной машинкой и смотрим что получилось но смотрим что у меня получилось постараюсь конечно увеличить показать видны ребята каждые наплывчики каждое движение от шпателя вот такой глянец видны какие вот углубления которые я поставлял видны вот эти вот рустики такие темненькие которые оставил на первом слое все это дело проявляется довольно интересная техника нанесения конечно работать с цветом подбирать какой-то интересный цвет ну и опять же этот же материал только в другом цвете а на этом стенде я уже использовал темно-серый цвет и конечно все видно очень четко и красиво все вот эти вот проявления довольно интересная простая техника нанесения я считаю что оба образца смотрятся вполне достойно красиво понятно чем темнее материал тем больше видны вот эти вот все переливы все вот эти движения от шпателя все видно у нас от первого слоя ссылочку на материалы которыми работал как всегда оставлю в описании к этому видео ну а на сегодня у меня все всем вам большое спасибо за просмотр всем вам удачи и добра спасибо за просмотр всем вам пока